Какая страна самая богатая в мире? Правильно, самая богатая страна это Россия. У нас есть все. И газ, и нефть, и золото, и платина, и алмазы. Но главное наше богатство это предприниматели. Вы главное богатство нашей страны. Площадка для диалога и выработки совместных решений, не способствующих развитию благоприятной бизнес-среды в России. Так о съезде отозвался в своем телеграм-канале Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей. Встреча прошла в формате дискуссий, обмена опытом, расширение круга знакомств. Я считаю, что это очень полезное мероприятие, потому что они объединяют и молодых предпринимателей, ребят, которые хотят открыть свое дело, открыть свой бизнес, и уже состоявшихся людей с опытом, которые могут поделиться своими ошибками, своими идеями. То есть такое получается объединение, синергия молодежи, амбициозной и опытных предпринимателей. По словам участников съезда, подобный формат встреч необходим, так как это простой способ донести информацию в кругу единомышленников. В качестве спикеров были приглашены представители общественных движений и владельцы бизнеса. Мы будем с молодежным комитетом им рассказывать, что социальное предпринимательство и импакт предпринимательства может быть любой бизнес. И вот у них как раз есть та часть, когда они вот только на этапе роста, только вот только даже в стартапе могут подумать об идее, о миссии, что они могут сделать для народа за счет своих услуг и товаров. Да, и вот я хотела просто дополнить о том, что вот общероссийское движение предпринимателей Андрея Ковалева, я с этим движением знакома, и что мы находим просто точки соприкосновения, потому что любой предприниматель, он может быть социально ориентированным. И для нашей страны сейчас вообще в реалиях нашей страны это очень важно, чтобы предприниматель думал еще именно о социальной повестке. Мы за то, чтобы бизнес был полезным. Вот это наш такой кредо. Импакт предпринимательства – это новый тренд в экономике. Он подразумевает устойчивые и долгосрочные изменения в общественных процессах. Миссия «Импакт бизнеса» не только работает ради денег, но и помогать решать важные проблемы, в том числе и социальные. Именно поэтому на съезде присутствовали предприниматели из разных сфер и областей. Было бы здорово, если бы мы встречались хотя бы раз в квартал, потому что я не знаю, насколько чаще это возможно, с тем темпом жизни, в котором живут сейчас предприниматели. Но если хотя бы раз в три месяца предприниматели Московской области могли бы встретиться, поговорить друг с другом, обсудить насущные вопросы в рамках таких круглых столов, которые есть здесь – молодежное предпринимательство, налоговый и так далее. Это было бы, мне кажется, суперздорово. В Гребневе собрались в основном молодые предприниматели. Каждый хочет сделать что-то уникальное. К примеру, София Арцегова увлекается стартапами. В ее копилке собственная методика преподавания английского языка, создания одежды по биополю человека. Я пошла в технопарк и разработала нейромикроскоп для терраностики рака, это лечение и диагностика. И стала двигаться дальше. Меня пригласили в лабораторию МФТИМ, где я уже в составе научной команды делала, разрабатывала маленький кусочек большого-большого проекта. Сегодня мы здесь в партнерстве с клубом малых предпринимателей в Москве проводим молодежную секцию по молодежному предпринимательству. И именно такие встречи позволяют узнать больше о бизнесе, о предпринимательстве, о том, с чего начать, с нового предпринимательства, и получить те необходимые знания для успешного старта и развития своего предпринимательского дела. После выступления спикеров настало время круглых столов. Общероссийское движение предпринимателей регулярно проводит бесплатные деловые встречи на тему правовой защиты, получения государственной поддержки, развития бизнеса, привлечения финансирования и другие. Вступить в Общероссийское движение предпринимателей можно на сайте oodp.ru. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.